Здесь чуть-чуть почитаю, потом похожу в других местах, почитаю. Ну, интересно? Ну, да. Объем большой? Познавательный? Да, очень. В субботу, 26 декабря, состоялось открытие исторического парка «Россия. Моя история». Публике представили четыре мультимедийные экспозиции – Романовы, Рюриковичи, «От великих потрясений к Великой Победе», а также «Россия. Моя история. 1945-2016». Этот музей будет центром притяжения для тех, кто изучает историю, для всех людей, кто любит культуру, любит свой край. Рядом здесь строится театральный выставочный зал, где будут представлены полотна и экспозиции, Эрмитажа, Третьяковская галерея, Музея Востока, Русского музея. Поэтому я думаю, что Оксаковская и все прилегающие здесь улицы действительно будут культурным нашим центром, где можно будет не только полюбоваться видами городами, видами на боку золотой рог, но и окунуться в историю создания города, в историю создания России. Создатели парка – историки, кинематографисты, дизайнеры и специалисты по компьютерной графике сделали все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное повествование. Для этого здесь установили все новейшие формы информационных технологий – сенсорные столы, экраны, инфографика, цифровая реконструкция, анимация и 3D-моделирование. Я очень был удивлен масштабами и концепцией этого музея. Он в каком-то плане уникален на всем Дальнем Востоке и может привлечь внимание людей любого возраста, от больших и малых. Моя задача здесь – это изучить историю своей родины и рассказать младшим поколениям о истории нашей страны. Исторические парки «Россия. Моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в стране. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает уже 23 города. Среди них теперь и столица Дальнего Востока. До Нового года все гости исторического парка могут посетить экспозиции бесплатно. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова